27 января свой 96-й день рождения празднует ветеран-освободитель Одессы от немецко-фашистских захватчиков Николай Московой. Николай Иванович защищать родину отправился 22 июня 41-го. На фронте был одновременно сапером и разведчиком. Освобождал Будапешт, Белград и Вену. Но главное, Николай Московой вернул свободу Одессе. Каждый год с праздничной даты освободителя поздравляет почетный гражданин города и области Сергей Кивалов. Мои коллеги тоже пришли в гости к долгожителю. Участника боевых действий, человека, который прошел всю войну по доброй традиции, с праздником поздравил почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. По случаю дня рождения и за весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи он наградил освободителя высокой наградой Одесской юридической академии, серебряной звездой почета. Есть наивысшая награда, орден славы. Вы настоящие герои, я с большим почтением и уважением отношусь. От имени многотысячного коллектива примите самые искренние поздравления с днем вашего рождения. Вы знаете, я горжусь, что я имею сегодня возможность, Николай Иванович, увидеть вас. Я горжусь, что у меня есть такая возможность пожать вам руку. Группа Москового шла к Одессе мимо Живаковой горы через станцию сортировочная. Там шли отчаянные бои. И когда солдаты добрались до Пересопского моста, они вошли в город. Один из самых запоминающихся эпизодов для Николая Ивановича – участие в разминировании Одесского оперного театра. Сергей Кивалов сообщил ветерану, что обязательно инициирует вопрос увековечения имени героя на стене театра. Его фамилия должна быть записана золотыми буквами в историю нашего города. И табличка с фамилией Николая Ивановича должна висеть на оперном театре. И одесситы должны знать, что именно он и группа его товарищей, которым он руководил, они спасли наш оперный театр. Я думаю, что это справедливо и правильно будет, если мы это сделаем. Мы будем ходатайствовать перед городским советом. После освобождения Одессы Николай Московой прошел почти всю Европу. Участвовал в освобождении Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, Чехословакии. А после войны еще три года занимался разминированием мест боевых сражений. У меня три медали за освобождение и взятие городов Европы. Я пол Европы прошагал. Но я уже был разведчиком в это время. Потому что разведчиком я стал еще в 43-м году во время первого боя на Голубой линии. Я участвовал как раз в высадке вот этого десанта, который высаживался на Малую землю. Именинник в свою очередь поблагодарил Сергея Кивалова за поздравления и отметил его внимание и заботу о ветеранах. Николай Московой в праздничные даты, День освобождения Одессы и День Победы приходит возложить цветы к памятнику неизвестному матросу, мемориалу крылья Победы на площади 10 апреля, а также с удовольствием посещает концерты в Одесской юрокадемии, где студенты исполняют песни военных лет. Я очень благодарен Сергею Васильевичу за то внимание, которое он оказывает всем нам, ветеранам Великой Отечественной войны. Нас осталось очень-очень мало. Вот из участника разминирования оперного театра я остался один в Одесской области. Сергей Васильевич, он все это дело берет на учет, он знает каждого из них, кто появился новый. И он не забывает и это. Поэтому это замечательной души человек. Николай Московой награжден Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом Красная звезда, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за победу над Германией, за взятие Будапешта, за взятие Вены и за освобождение Белграда. Виталий Хеми, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Продолжение следует...